Всем привет! Каждый день команда Универ Ньюз готовит для тебя порцию свежих студенческих новостей. В эфире я, Диана Шилова, и мы начинаем. Ректор КФУ встретился с чрезвычайным и полномочным послом Швейцарии. Казань готовится к проведению масштабной акции. Приближены к реальности или как биологи КФУ воплощают идеи научной фантастики. 24 апреля стояло заседание ректората КФУ, которое прошло в зале Попечинского совета. На повестке дня значилось 10 вопросов, основная масса из которых была связана с приемной кампанией 2018 года в ряде институтов университета, а также созданием ситуационного центра при КФУ. Подробности смотри в нашем следующем выпуске, а теперь к остальным новостям. Казанский федеральный университет впервые посетил посол Швейцарии. На делу встречи подняли вопрос современного образования, автономии университета, а также возможности дальнейшего делового сотрудничества. Подробнее расскажет Олег Кашин. Казанский федеральный университет 24 апреля посетила делегации Швейцарии, выглавясь чрезвычайным и полномочным послом Ивам Росси. После традиционной экскурсии по музею истории университета делегацию встретила ректор КФУ Шатгафуров. Дела и встреча началась со знакомства со структурой университета, а также с мировыми рейтингами университета. Казанский университет сотрудничает со многими компаниями, а также университетами Швейцарии, но на данный момент приоритетным является исследование электрической системы нагревания табака с целью определения уровня изменения риска заболеваний, вызываемых курением. Это исследование проводит Казанский федеральный университет совместно с компанией Филипп Моррис, представитель которой также был участником встречи. Важно отметить, что сам господин посол курит, причем использует именно систему нагревания табака от компании Филипп Моррис, что продемонстрировал всем участникам встречи. Важный вопрос, который подняли на переговорах – проблема автономии университетов. Олег Кашина, Рустем Садриев, Универньюз. 26 апреля в Казани пройдет одно из самых ярких мероприятий, которое поддерживает популярность татарского языка и напоминает нам о важности его изучения. Подробности расскажет Аделя Шамилова. 26 апреля в Казани состоится общегородская акция «Я говорю по-татарски». Данная акция является единственной в своем роде гражданской инициативой, созданной силами энтузиастов из числа татарской молодежи. В этом году она состоит из нескольких мероприятий. Квест-игра «Татар-дозор-2018», вручение антипремии «Тяжело с татарским», рейтинг исполнения закона о двуязычии «Бест-татар», конкурс в школах Татарстана и концерт на улице Баумана. В связи с проведенной работой в Казани состоялась пресс-конференция по вопросам организации предстоящей акции. Необходимо отметить, что к ее приведению привлечены предприятия торговли, включая крупные торговые сети. Если мы будем сохранить свою еду, сохранить свой язык вместе с такими акциями, с визуальными какими-то вещами, с оформлением, которое мы делаем, если мы будем сохранить нашу одежду, то, что мы тоже делаем на мероприятии, то мы на самом деле сохраним и будем двигать вперед. Из года в год акция «Я говорю на татарском» заметно развивается, появляются новые проекты. Организаторы обещают настоящий праздник для жителей Казани и других городов Республики Татарстан, в которых пройдет данное мероприятие. Как отметили спикеры, основные цели акции – это поддержка функционирования татарского языка в городе, расширение границ его использования, помощь в формированию новой городской татарской культуры. Аделя Шамилова, Ленар Тавлетиаров, Универньюс. В Институте психологии и образования Казанского университета обсудили региональный опыт развития системы помощи детям с расстройствами аутистического спектра в Республике Татарстан. Подробнее в сюжете. В Институте психологии и образования Казанского университета состоялся третий международный конкурс-выставка «Вектор успеха 2018. Инновации в дефектологии». В рамках этой выставки прошла работа по секциям и круглый стол. Там обсуждались пути комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра в Республике Татарстан. Чтобы организации, вовлеченные в этот процесс, не варились в собственном соку, а имели возможность пообщаться с коллегами, поговорить о существующих проблемах, найти какие-то пути решения. Естественно, если все это происходит в рамках такого мощного университета, как КФУ, то приобретает это еще особый смысл и научную направленность. На круглом столе обсуждался региональный опыт развития системы помощи детям с расстройствами аутистического спектра, а также технологии психолого-педагогического преподавания. У нас в городе Казани открыты пять ресурсных классов для детей с расстройствами аутистического спектра. И, естественно, те проблемы, которые в течение года возникали, мы хотели бы озвучить и найти совместные решения с помощью кафедры Института психологии. Международный конкурс-выставка «Вектор успеха-2018» направлен на разработку совместных научно-практических проектов, расширение связей между образовательными учреждениями и вузами России. Анна Глазунова, Ленарда Влитяров, Универньюз. Студенты Казанского федерального университета продолжают покорять мир. Магистры Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ вернулись с успешной стажировки во Фрайберской горной академии. Подробности далее. Трое магистрантов Института геологии и нефтегазовой технологии КФУ защитили свои работы во Фрайберской горной академии. В скором времени они представят свои диссертации уже в родных стенах. Необходимо было поступить на направление стратеграфии магистратуры. Она основана совместно с Фрайберской горной академией и предусматривает обмен на один семестр во втором курсе. Мы достаточно тесно сотрудничали с профессорами. У каждого своя научная тема. Соответственно, каждый общался непосредственно со своим руководителем, больше всего по своей теме. Из особенностей я могу отметить то, что студенты Германии могут сами выбирать предметы в начале семестра. То есть необходимо набрать на определенное количество баллов предметы, которые ты будешь изучать. Луиза Ленар и Радмир обучаются по программе двойные дипломы совместно с техническим университетом Фрайберской горной академии, в рамках которой студенты изучают часть предметов Германии. В прошлом году состоялась успешная защита работ первых выпускников данной программы. Я изучала черносланцевые отложения, и эти отложения интересны тем, что это нефтематеринские породы, и очень интересны для реконструкции, например, осадочного бассейна, то есть для реконструкции условий осадка накопления. Один из научных руководителей с немецкой стороны профессора Йорк Шнайдер в своем письме руководителю стороны КФУ Владимиру Силантьеву оставил положительный отзыв о студентах и их работах. Ребята приделали действительно хорошую работу и показали себя как добросовестные и внимательные студенты. Также профессор Радж Бахтер и доктор Йонкер из департамента тектоники с большим интересом следили за ходом защиты и выразили желание сотрудничать с Казанским федеральным университетом, который имеет уникальную технологическую базу в области термохинологии. Диана Шилова, Леонард Вольтьяров, Универньюз. Ученые Казанского университета совместно с Японским университетом Рикен изучают свойства комара, готовы выжить и при полном обезвоживании, и в условиях открытого космоса. Подробнее об этом удивительном насекомым вы узнаете в следующем сюжете. Научно-исследовательская лаборатория «Экстремальная биология» Казанского федерального университета совместно с Японским университетом Рикен уже несколько лет изучает свойства хирономиды — комара, обитающего в Нигерии. Данный представитель животного мира способен выжить при отсутствии воды в его организме. Это очень интересное существо, потому что он способен полностью обезвоживаться и, соответственно, хранить без воды все свои типы клеток, начиная от крови и заканчивая нейронами мозга. И, соответственно, понимание то, как устроена вот эта вот структура, она такая прямая дорожка к развитию технологий безводного хранения клеток человека, культур клеток и так далее. Изучение этого комара может дать возможность безводного хранения восстанавливаемой еды, биоматериалов, биообъектов, семян растений. Помимо этого его клетки могут поспособствовать выживанию человека. Мы сделали несколько таких очень важных шагов. Мы показали, что чувствительные к обезвоживанию ферменты могут, люди могут экспрессировать их внутри клеток комара и так хранить их без всяких повреждений от обезвоживания. То есть такая концепция нового биобанка. И ряд биомолекул из этих комаров улучшают устойчивость к низким температурам клеток человека. То есть это такая дорога к биотехнологии. Выживаемость этого организма была проверена учеными несколькими способами. Комар был запущен в космос, где находился при условиях микрогравитации и повышенного радиационного фона. Несмотря на непривычную среду обитания, насекомое быстро адаптируется. Личинки комара способны выжить даже в открытом космосе. Совсем недавно ученые Казанского университета и рекена оставили живую капсулу времени для будущих поколений. В ней находились личинки этого вида комара. Наши обезвоженные личинки комара, которые не требуют для хранения каких-то особых условий, прекрасно себя почувствуют в этой вакуумной запакованной капсуле, чтобы через сто лет по специальной инструкции, где описано, что это продукт коллаборации между нашим университетом и рекеном, могли добавить воды, оживить и после 100 лет такого покоя посмотреть таких посланников из прошлого. Исследования продолжатся и на других животных с уникальными способностями. Об этом мы расскажем в ближайших выпусках. Артем Тупичкин, Тимур Табаров, Универньюз. А на этом наш выпуск подходит к концу. Следите за нами в социальных сетях и будьте всегда в курсе самых свежих новостей. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok